Всем привет! Эта презентация в одном из самых интересных времен английского языка, а именно the present perfect tense. Сразу скажу, что оно вызывает массу споров, дискуссий, очень многих вводят в заблуждение, потому что аналога этого времени нет в русском языке. В русском языке есть настоящее время, и оно одно. В английском языке настоящих времен четыре. И об одном из самых пикантных из них мы сегодня и поговорим. Present perfect – очень своеобразное время. С одной стороны, оно обращено к прошлому, с другой – к настоящему. Как на картинке, где человечек с плакатом Present Perfect стоит посередине моста, который тянется из прошлого в настоящее. Более того, Present Perfect может передать еще и будущее время, а также обозначить длительность. Позже расскажу, как. Уникальность этого времени состоит в том, что оно включает в себя действие, которое уже произошло, свершилось. Вот она, эта перфектность. Именно поэтому, наверное, в 95% случаев Present Perfect переводится прошедшим временем на русский язык. Событие могло произойти по-разному. Обстоятельства времени разные. Недавно, recently, а может быть только что, just, уже, already, с каких-то пор, since, или никогда, never, и так далее. Более детальный список таких слов находится в конце презентации. Но! Нужно понять одно. Это не прошедшее время. События, которые уже случились, здесь никогда не будут сопровождаться такими словами, как yesterday, ago, last week, month, year и так далее. Здесь никогда не будет прямых индикаторов прошедшего времени. Всё, что мы используем в Past Simple, мы никогда не будем использовать с Present Perfect. Что самое интересное, так это то, что in the last year, month, week, мы можем употребить с Present Perfect, так как это будет переводиться как за последний год, месяц, неделю. И это будет связано с настоящим временем. Например, how many books have you read in the last year? Сколько книг ты прочитала за последний год? Мы имеем в виду период времени, 365 дней, включая сегодня. Present Perfect – это настоящее время, как в самом названии. Present – настоящее, perfect – совершенное. Настоящее, совершенное время. То есть, произошло событие, есть результат, и этот результат всегда будет влиять на наше настоящее. Present Perfect – всегда будет связан с настоящим. Это следует запомнить. Ещё, конечно, очень важный контекст для понимания всей ситуации. Давайте проанализируем сейчас следующие примеры. Первый. They have been married for three years. Они женаты три года. Здесь имеется в виду, что они поженились, когда именно это произошло нам неинтересно, и с того момента они три года находятся в браке. Произошедшее событие распространилось на настоящее, они и сейчас в браке. Предлог for нам дополнительно обозначил длительность. Второй пример. Ты выглядишь здорово, ты похудел. Человек похудел. Мы видим результат сейчас и делаем ему комплимент. И третий пример. Она позвонила своему другу сегодня. А у нас есть результат, сделан звонок. Но слово today связывает нас с настоящим временем. Это говорит нам о том, что день еще не закончен, и, возможно, она позвонит ему сегодня еще раз. А быть может, и не раз, и не два. В случае употребления в Present Perfect мы еще будем уговаривать. Сначала давайте разберем его грамматическую структуру. Как оно образуется? Утвердительные предложения в Present Perfect образуются при помощи подлежащего, subject, а также сказуемого, которое состоит из вспомогательных глаголов have или has. Их мы выбираем в зависимости от лица исполняющего действия, с местоимениями I, you, we, they, а также существительными во множественном числе, мы используем have. А с местоимениями третьего лица единственного числа, he, she, it, мы используем has, а также существительные в единственном числе сюда относятся. Обращаем внимание на сокращенные формы через апостроф две буквы vi и сокращение для have и сокращение для has через апостроф одна буква s. Далее к вспомогательному глаголу мы добавляем главный глагол. Да, кстати, вот этот вспомогательный глагол have, has, он никак не переводится на английский язык. А вот главный глагол, основной, main verb, его мы уже переводим. Так вот, события с главным глаголом могут развиваться по двум сценариям. Первый, если это глагол правильный, а таковы большинство, мы добавляем к основе окончания ed. Здесь есть свои правила добавления окончания. Как вы видите, буквы могут некоторые поменяться, некоторые добавятся, но сейчас мы на этом не будем останавливаться. Это только все на письме, в устной речи не слышно этих изменений. Ну вот, например, close, closed, play, played, carry, carried. Видите, поменялась буква y на i. Stop, stopped. Удвоилась буква p. И если глагол неправильный, то нам нужна третья колонка неправильных глаголов, которая называется past participle, сокращенно pp. Вот нам тогда нужна третья колонка в этой таблице. Они могут быть разные. Неправильные глаголы некоторые могут чередоваться, могут быть полностью все одинаковые. Например, три слова может быть одинаковых. Например, cut, cut, cut. Или абсолютно разных три слова. Go, went, gone. Leave, left, left. Повторяются только два последних. Так вот, нам нужна именно третья колоночка для образования present perfect. Читаем примеры. I have или сокращенно I've traveled overseas. Я путешествовала за рубежом. Или she has, she's lost her phone. Она потеряла свой телефон. Первый вариант. В первом варианте у нас правильный глагол travel. Мы к основе прибавили окончание ed. А во втором варианте у нас третья форма неправильных глаголов. Lost. В отрицательных предложениях у нас все то же самое, что и в утвердительных. Только за вспомогательным глаголом следует отрицательная частичка not. После have или has. Сокращенно haven't, hasn't. С основным глаголом все то же самое. Примеры. I have not или I haven't traveled overseas. She has not или she hasn't lost her phone. В общих вопросах вспомогательный глагол have или has, а также здесь может быть их отрицательная форма, haven't или hasn't, выносится на первое место перед подлежащим. Основной глагол находится после подлежащего. Примеры. Have you traveled overseas? Или Has she lost her phone? Специальные вопросы формируются точно так же, как и общие. Только в самом начале мы добавляем вопросительные слова. Who, what, why, where, where, which, whose, how, или how long, how much, how many и так далее. Примеры. Why have you traveled overseas? Или Where has she lost her phone? Но Вопрос в Present Perfect никогда не будет начинаться с вопросительного слова when. И если вы хотите задать вопрос с when, используйте past simple вместо Present Perfect, даже если ответ потом будет все равно в Present Perfect. Например, When did you travel overseas? Это касается только специальных вопросов с when. А вообще, when может использоваться вместе с Present Perfect для передачи будущего. Мы можем использовать эту конструкцию в первом типе условных предложений вместо настоящего простого Present Simple. Например, I'll call you when I've got the test results. Я позвоню тебе, когда получу результаты теста. А теперь давайте поговорим о случаях употребления в Present Perfect. Present Perfect используется в тех случаях, когда нам важен сам результат. А не время произошедшего события. Например, I've cut my finger. Я порезала свой палец. У нас есть результат, порезанный палец. Я об этом говорю. Когда я его порезала, нас это не интересует. Или для того, чтобы передать события, которые случились недавно или только что. Например, It's too late. Our train has just left. Слишком поздно. Наш поезд только что ушел. Здесь мы можем использовать такие слова, как Recently, Lately, Just, Already, Yet. Также сюда можно отнести всякие новости, события, которые произошли, случились. Например, The queen has given a speech. Present Perfect также используется с действиями и состояниями, которые начались в прошлом и продолжаются сейчас, а также могут продолжаться и в будущем. Например, I've studied English since my childhood. Я изучаю английский с моего детства. Здесь имеется в виду, что я в детстве изучала английский, сейчас изучаю и в будущем, возможно, буду изучать и дальше. Кстати, предложение с for and since мы можем переводить в настоящем времени, а не в прошедшем. Еще один пример. I've been in quarantine for two months. Я нахожусь на карантине два месяца. Здесь Present Perfect нам также указывает на длительность. Мы привыкли, что длительность используется у нас, как правило, в континьюсных формах. Но, что касается Stative или по-другому State verbs, здесь используются простые времена. Но это всякая умственная деятельность, эмоции, чувства, состояния. Можно привести еще один пример. I've been a doctor for ten years. Когда мы говорим об опыте и достижениях, если мы что-то когда-то сделали, или никогда ничего не делали, или сделали что-то в первый, второй или третий раз, мы используем Present Perfect. Например, He has jumped with a parachute. Он прыгнул с парашютом. Или I've never read this book. Я никогда не читала эту книгу. Have you ever been to London? Ты когда-то был в Лондоне? Обращаем внимание на использование таких слов-подсказок, как Ever, Never, This is, или It is the first, second, third time. Или когда мы говорим о достижениях, но не упоминаем никаких времен. Например, Man has worked on the moon. Человек ходил по луне. Или Our son has learned how to read. Наш сын научился читать. А еще при помощи Present Perfect мы можем выразить действие, которое пока еще не свершилось, но мы ждем, когда оно случится. Здесь мы будем использовать такие слова-подсказки, как Still и Yet. Например, I haven't finished my homework yet. Я еще не закончилась в домашнюю работу. Или The dream hasn't stopped. Поезд не остановился. Такие слова, как Today, This morning, This week, Month, Year и так далее указывают нам на связь с настоящим. И определяют период времени, который до сих пор продолжается. Здесь мы тоже будем использовать Present Perfect. Например, I've seen him today. Я видела его сегодня. Здесь имеется в виду, что день еще не окончен, и возможно, я его еще раз увижу. Или Has been really helpful this week. Он был нам очень полезен на этой неделе. Эта неделя еще не окончена, возможно, он поможет еще. Обратите внимание, что Present Perfect никогда не употребляется с yesterday и прямыми индикаторами прошедшего времени. Это будет неправильно. Здесь мы видим обстоятельства времени. Слова, которые мы можем использовать в Present Perfect. Первый столбик означает то, что что-то у нас произошло с прошлого до момента речи. Как правило, они ставятся в конце предложения. Второй столбик – это у нас период времени, который еще не закончился. Третий – это неопределенное время или частота действий. Вот если не смотреть на последнее, то вот эти все слова, они, как правило, ставятся после вспомогательного глагола have или has. Since, for – это акцент на длительность. Since мы можем использовать с датой, с действием. For – с периодом времени. И здесь это такие своего рода исключения. Несмотря на то, что здесь есть слово last, перед ним стоит in – the last. Это уже обозначает то, что это не прошлый год, не просто last year. Мы бы не употребляли это с перфектом. In – the last year. Это имеется в виду за последний год. То, что я объясняла в самом начале – 365 дней с учетом сегодняшнего дня. Это тоже все можно употребить с present perfect. И на десерт фразы, которые, как правило, не используются с present perfect. Обратите внимание на них. What did you say? Что ты сказал? I didn't hear your question. Я не слышала твоего вопроса. I forgot. Я забыл. Now I understand. Теперь я понимаю. Where did you buy? Где ты купил? Где ты купил? Продолжение следует...